МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале ТВ 21+. Выпуск новостей с итогами Ольга Володина. Коротко о главных темах. Сегодня сугроб, завтра потоп. Вот что делают. Где-то собрали снег и сюда привезли его вывалить. Жители двора на арктическом переулке не хотят тонуть в лужах, когда все начнет таять. Кто будет убирать чужой снег? Мой в основу в Мурманске. Вот прошлую субботу я взяла Новоросска. И всю неделю смоем ее. Вкусная, жирная, очень хорошая. Несколько тонн рыбы привезли на Ленинский рынок. Когда и где пройдут следующие ярмарки? Взять ипотеку и без какой-то господдержки. Это было бы очень тяжело, так как я с детьми, а муж работает. Но все равно это нереально. Молодым и многодетным семьям вручили свидетельства на приобретение и строительство жилья. Весь свет культуры в одном театре. Актеры, библиотекари, экскурсоводы и все работники творческих профессий отмечают свой праздник. Правительство Мурманской области продолжает принимать оперативные меры по обеспечению продовольственной безопасности региона. Совместно с муниципалитетами усилен мониторинг за ценами на ключевые товары и их запасами. Разрабатываются механизмы поддержки сельского хозяйства. По словам специалистов, ситуация на потребительском рынке области остается стабильной. Повышенный спрос фиксируется на ряд бокалейных и непродовольственных товаров. Но, несмотря на ажиотаж, проблем с поставками не ожидается, ведь 90% необходимой продукции производится в России. К контролю над ценообразованием, кроме антимонопольной службы, местных властей и прокуратуры, подключились представители оптовой и розничной торговли. Вопрос наличия лекарств в аптеках и их стоимости внимательно отслеживает Росздравнадзор. На продовольственную безопасность в этом году из областной казны будет направлено почти 300 миллионов рублей. Еще 79 миллионов на поддержку сельхозотрасли выделят из федерального бюджета. В первую очередь деньги получат предприятия молочного, племенного животноводства и оленеводства, производители кормов и фермеры. Часть средств направят на поддержку личных хозяйств, индивидуальных предпринимателей и страхование аквакультуры. Региональная помощь распределится по 13 направлениям, в том числе на приобретение крупного рогатого скота, увеличение субсидий производителям молока, развитие проекта «Наша рыба». На этой неделе передвижная ярмарка «Наша рыба» будет работать не только в заполярной столице. Фудтраки с акционной рыбой отправятся в Мурмаши и Колу. Самой популярной продукцией по-прежнему остается мойва. Где и когда можно будет купить народную рыбку в эти выходные, расскажет Александр Клепцова. На этой неделе мобильная рыбная ярмарка перебралась из центра города на Ленинский рынок. Несмотря на то, что в фудтраках продавалась разная рыба и морепродукты по сниженной цене, большинство людей пришли за мойвой. Вот прошлую субботу я взяла Новороска и всю неделю с мойвой. Вкусная, жирная, очень хорошая моя. Два вагончика, четыре окна для продажи и около пяти тонн народной рыбки. Каждому покупателю выдают не больше пяти килограммов. Меньше сделать тоже не всегда получается. Мойва приходит мороженое и в брикетах. Тяжело, наверное, ломать? Нет, нормально. Они как в брикетах? Девочкам тяжело, я справляюсь. Держите. Спасибо. Двенадцать килограмм брикеты идут. Провалю его, пожалуйста. По словам организаторов, из-за сильного ажиотажа мойву пришлось убрать в прилавках стационарной ярмарки в форуме. Большие очереди мешали работать другим магазинам в торговом центре. Поэтому народную рыбку по сниженной цене теперь будут продавать только на улице. Футраки отправятся в Мурманскую область. Их можно будет увидеть в Мурмашах и в Коле. В субботу будет считаться торговля в том числе и мойвой в этих муниципалитетах. Пока у нас будет мойва, мы будем дальше выезжать в муниципалитеты различные, чтобы радовать жителей всей Мурманской области. Мойвой по такой цене везде будет сохраняться цена на 130 рублей. А в это воскресенье вагончики снова привезут мойву на Ленинский рынок. Расписание работы ярмарки меняется каждую неделю. Обо всех изменениях организаторы проекта «Наша рыба» рассказывают в своих соцсетях. QR-код и ссылку на их группу ВКонтакте вы видите на экране. Александра Клепцова, Лада Егорова и Сергей Расюк, ТВ21+. К слову, следующая партия мойвы может стать для мурманчан последней в этом году. Такое заявление сделали на заседании правления в Союзе рыбопромышленников Севера. Промысел в этом сезоне сложный, а в совокупности с санкциями отрасль терпит убытки. Если нет возражений, разрешите собрание считать открытым. Собрание открыто на лицах присутствующих напряжения. Рыбная отрасль в Мурманской области переживает не самые легкие времена. Из-за санкций возникают проблемы с ремонтом работающих судов и строительством новых траулеров. Ситуацию усугубляет и нехватка квалифицированных кадров для судоремонта. С промыслом тоже не все гладко, рыба уходит с привычных мест лова. У нас мойва стала уже плохо, и она уже плохо ловится. К сожалению, в этом году и промысл очень тяжелый. Очень тяжелый промысл практически по всем видам ресурсов. Разбежалась по досу, вот-вот кончится мойва. Хотя она практически сложная и долго начиналась. Не просто это все. Обсудили на заседании Союза рыбопромышленников и вопрос ценообразования. В данный момент государственное регулирование розничной цены в этом сегменте отсутствует, и стоимость определяется рынком. Со стороны представителей отрасли наценки минимальны. Например, отпускная цена мойва сейчас 125 рублей, в то время как на ярмарках у потребителей есть возможность покупать ее по 130 рублей за килограмм. Куча снега с полтора человеческих роста появилась во дворе дома номер 6 на арктическом переулке в Мурманске. По словам жителей, туда стали свозить снег с соседних площадок. Люди переживают, что скоро этот большой сугроб растает, и их дом станет затапливать. В ситуации разбиралась Лада Егорова. Вот что делают. Где-то собрали снег и сюда привезли его вывалить. Это видео мурманчанка Карина Усманова сняла несколько дней назад. Ее и так засыпанный снегом двор стали свозить кучи с окрестных площадок. Со снежными горами жители шестого дома борются каждый год. По их словам, такие сугробы в полтора, а то и два человеческих роста отсюда никто обычно не вывозит. Каждую весну, вот сейчас начнет снег таять, туда накапливается вода, что у меня один раз тут вообще вызывали все аварийные службы, они тут откачивали из колодца, потому что у меня прям уже поднималось наверх. Но в этом году, я думаю, так же будет. Само по себе уже изношенное здание из-за ежегодных подтоплений разрушается быстрее. Фундамент вымывается и проседает. В квартирах на первых этажах весной всегда сыро. Дома полы провалены аж вот на столько сантиметров. Это вот я сейчас этой зимой вызывала людей за свои деньги, естественно. И вот этот пол мне полностью снимали, поднимали вот это вот все, заливали. Хотя управляющая должна была это сделать. За старое здание управляющей компании браться не хотят, поэтому городская администрация выбирает их по конкурсу. В конце прошлого года обслуживать этот дом начала ремонтно-эксплуатационная служба Рослякова-1. К ним мы и отправились, чтобы прояснить ситуацию. Там две управляющие организации. То есть одна с нашей стороны мы вывозили все полностью, а другая там огромная куча, это не наша куча. И нам присылали фотоматериалы, что на КАМАЗе там снег завозит, ну, другая машина, это не мы. Нужно обращаться к другой управляющей организации, которая занимается управлениями вот с другой стороны домами. Арктический 10 обслуживает управляющая компания «Комфорт». Однако и там нам ответили, что это не их снег. Чтобы разобраться в ситуации, коммунальщики обратились в прокуратуру Ленинского округа. По данному факту проводится прокурорская проверка. Был совершен прокуратурой округа выезд на место. Мы посмотрели, как обстоят дела, между какими домами была навалена куча снега. Направлены запросы в управление округа, также в отдел полиции и в управляющие компании. О предоставлении имеющейся какой-либо информации по данному факту. Помочь прокуратуре могут и жильцы ближайших домов. Если у вас есть какая-либо информация об этой истории, фото или видеоматериалы, вы можете обратиться по номеру 410378 или написать на электронную почту, которую видите на экране. Лада Егорова, Павел Третьяков, ТВ21+. А в пятиэтажках на Абрамысе начали делать капитальный ремонт. Сейчас работы ведутся в трех домах на Охотничьем переулке. Подрядчики перекладывают кровлю и меняют инженерные системы. Подробнее расскажем дальше. Жильцы 23-го дома на Охотничьем переулке в микрорайоне Абрамыс дождались капитального ремонта. Сейчас в здании одновременно ведутся работы по обновлению кровли и инженерных систем. Вот видите, вот трубопровод. Вот в таком состоянии он был раньше. Вот. И вот когда вот эта труба до колодца поменяется, вот это вот все уберется, высохнет. И управляющая организация сможет эту канализацию все убрать, и здесь будет чисто, сухо. На замену сетей подрядчику выделили 3,5 миллиона рублей. Специалисты уже заменили розливы в подвальном помещении. Сейчас идет замена стояков в квартирах. Ну что сделано? Заменили розлив полностью, ввод поменяли, поменяли в одну задвижку. Водомерный узел полностью заменили. Заменили всю канализацию по подвалу. В квартирах, в которые есть допуск, которые люди пустили. И заменили стояк холодной воды, так же самое, и допуск стояк канализации. Получается, что 80% уже готовности по внутридомовым инженерным сетям есть. То есть осталось выкопать землю, убрать старый трубопровод до канализационных колодцев и проложить новый трубопровод, закопать, сделать трамбовку и сделать планировку земли. На Охотничьем переулке сейчас капитальный ремонт ведут еще в двух домах – 17-м и 25-м. Всего в области в этом году обновят больше 400 зданий. Контракты на работы в большинстве из них уже заключены. Всеволод Краснов, Лада Егорова, Кирилл Веприков, Сергей Расюк, ТВ21+. Молодым и многодетным семьям Мурманска вручили свидетельства на приобретение и строительство жилья. На что их можно потратить, узнал Данил Скуратов и Сергей Расюк. Анастасия Молитвина ждет третьего ребенка. Ей с мужем и детьми приходило жить в съемных квартирах, пока молодая семья не решилась на ипотеку. Взять ипотеку и без какой-то господдержки – это было бы очень тяжело, так как я с детьми, муж работает, но все равно это нереально, тем более с нашими процентной ставкой. Мы решили попробовать принять участие в программе «Молодая семья». Молитвины собрали необходимые документы после ожидания в очереди. И, наконец, спустя три года их ипотека может быть погашена при помощи бюджетных средств. Программа обеспечения жильем молодых и многодетных семей в Мурманске функционирует уже 16 лет. За это время более полутора тысяч семей улучшили жилищные условия. Скажем так, те мероприятия, которые связаны непосредственно с улучшением жилищных условий граждан и мерам социальной поддержки, они у нас являются наиболее значимыми, приоритетными, а главное – результативными, то есть люди сразу видят результат. В этом году правительство выделило почти 80 миллионов рублей на улучшение жилищных условий 95-ти молодых семей в Мурманске. К слову, в апреле состоится вручение свидетельств 50 молодым и 15 многодетным семьям. Таким образом, в 2022 году сертификаты на улучшение жилищных условий получат уже 107 семей. Данил Скуратов, Сергей Расюк, ТВ21+. Осветители и экскурсоводы, певцы и актеры. Сегодня профессиональный праздник отмечают работники культуры. Всех, кто трудится на этом поприще, в нашем регионе пригласили в областной драмтеатр на торжественный вечер. Каждый получил заслуженные аплодисменты, а самым выдающимся вручили награды. Принимать и раздавать поздравления с профессиональным праздником можно начинать с порога. Практически каждый, кого в этот вечер можно было встретить в областном драматическом театре – работник культуры. Гардеробщицы, билетеры, актеры – все принадлежат творческому сообществу. Конечно, это сообщество, оно крепкое. Мы встречаемся, я бы не сказал, что очень часто, но вот этот праздник, который сегодня мы празднуем, День работников культуры, дает нам возможность встретиться не только сотрудникам областных учреждений культуры, но и работникам культуры из районов нашей Мурманской области. Майя Чернышева полгода руководит Туломским домом культуры. Хоть сейчас она и занимается в основном бумажными делами, но не забывает и о своем призвании – режиссуре. Ну, это, скорее всего, семейная. Да, это семейная традиция. У меня все мои близкие, все занимались творчеством. Родной дядя – мой заслуженный артист Российской Федерации. Ну, мне, конечно, далеко до него, но стараюсь как бы вместе с ним идти в ногу. Майя уверена, что все северные театры, дома творчества и библиотеки – один дружный коллектив. Конкуренции между ними практически нет. Мы очень поддерживаем друг друга и вообще любим совместно проводить какие-либо мероприятия, городские конкурсы, концерты с удовольствием. За успехи и любовь к своему делу деятели культуры получили награды от губернатора областной думы и местных администраций. На сцену драмтеатра вышли кукловоды, художники, архитекторы и музыканты. В самые непростые времена всегда работники культуры, они, знаете, на передовую. Это вопрос не только досуга северян, это вопрос воспитания и прививки тех ценностей, которые очень необходимы в сегодняшнее время нашему обществу. Завершился вечер спектаклем. Гостей пригласили на премьеру пьесы Лермонтова «Маскарад». Я давно уж не был с вами делами, любовью. Александра Клепцова, Николай Лукинов, ТВ21+. Принимали поздравления с профессиональным праздником и сотрудники ДК «Судоремонтник». Уже больше 40 лет он остается центром притяжения для жителей Рослякова. Песни, танцы, рукоделие и главное – хорошее настроение. Здесь найдется занятие на любой вкус для взрослых и ребятни. Здесь живет вдохновение и всегда звучит музыка. С 1981 года Дворец культуры «Судоремонтник» – одно из самых любимых мест для Росляковцев. Именно на сцене Дворца проходят самые значимые концерты и встречи, а на площади – народные гуляния. Здесь работают 26 коллективов для детей и взрослых. В День работника культуры для сотрудников Дворца – теплые и лучшие пожелания. Пожелать успехов, я уверен, что они будут. Это вот такая, может быть, вещь банальная – всегда желают успехов. Но в данном случае это точно произойдет. Поэтому всех поздравляю, хочу поблагодарить коллектив за их замечательную работу. Гордость «Судоремонтника» – сцена, световое и звуковое оборудование. Здесь за последние пять лет отремонтировали танцевальный зал, обновили костюмерную, сделали пространство доступным для людей с ограниченными возможностями. И Нина Морозова, Николай Лукинов, ТВ21+. Эти и другие новости доступны на нашем сайте www.tv21.ru и на нашем YouTube-канале. Телефон редакции для ваших новостей – 400-870. Не забывайте про Viber и WhatsApp и подписывайтесь на наш телеграм-канал. Далее вас ждет прогноз погоды. Кандалакши завтра – минус 2, минус 4. Снежно. В Умбе до минус 4. Осадки. В Полярных Зорях – минус 3, минус 5. Осадки. В Апатитах – до минус 4. Снег. В Кировске – минус 2, минус 4. Снежно. В Кавдоре – минус 3, минус 5. Осадки. В Манчегорске – до минус 4. Снег. В Лавозере – минус 2, минус 4. Осадки. В Оленигорске – до минус 3. Снег. В Никеле – минус 3, минус 5. Осадки. В Заполяном – до минус 5. Снежно. В Североморске – минус 4, минус 6. Осадки. В Мурманске – до минус 6. Снег. Такой прогноз погоды предоставил нам Мурманский гидромедцентр. Это были все новости к этому часу. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова